Всем привет, меня зовут Аяна и с вами редакция STP. Я увлекаюсь кей-поп практически 14 лет и, наконец, могу заняться своим любимым делом — посвящать людей в корейскую культуру. В странах СНГ корейская волна, или как ее еще называют хайлю, получила распространение после 2010-х годов. Однако вместе с собой, помимо музыки, она принесла еще множество культурных феноменов, которые мы, как люди, которые привыкли к стилю западных артистов, не совсем могли понять. Поэтому для всех тех, кто хочет больше узнать об этой индустрии, мы подготовили это видео. Здесь вы можете узнать, кто такие айдолы, как ими становятся, какие есть группы и как их можно классифицировать. Для начала нужно узнать, кто такие айдолы. Айдолами называют артистов, которые дебютировали сольно или в группе. Обычно группы делятся на мужские и на женские, но иногда дебютируют и смешанные коллективы. Например, группа карт. Еще двумя разделениями в кей-поп-группах становятся поколения и концепты, в которых они выступают. На поколения кей-поп-группы делятся в зависимости от времени, когда они дебютировали. Сейчас в кей-попе четыре поколения. В первое поколение вошли артисты, которые дебютировали с 1996 года по 2002 год. Это такие группы, как Джо Ди, Чакра, H.O.T, Шинхва и Боа. Второе поколение — это артисты, которые дебютировали в период с 2002 года по 2011 год. Это «Infinite», «Kara», «21», «Girls' Generation», «FX», «Miss A», «C-Star», «Four Minute». «Big Bang» и «Super Junior». Третье поколение продвигалось с 2012 по 2017 год. Это «Red Velvet», «BTS», «Blackpink», «G-Friend», «G-Friend». «I-O-I», «Twice», «Seventeen» и «MonstaX». И, наконец, поколение, которое активно продвигается сейчас — четвертое. У него входят «Stray Kids», «Eighties», «The Boys», «Cravity», «Idzi», «Le Serafim» и «New Jeans». Теперь поговорим о разделении на концепты. Концепт — это идея или тематика песен или музыкальных видео. Он может меняться в зависимости от песен или же оставаться одним и тем же на протяжении всей карьеры группы. Выделить их все практически невозможно, но мы решили рассказать вам о десяти самых известных. «Cute» или «Милый» концепт — один из самых распространенных в индустрии. Его отличает легкое и веселое звучание и преобладание ярких цветов музыкальных клипов. Для знакомства с этим концептом можно послушать музыку «Twice», «Fromise Nine», «Oh My Girl» и первые альбомы «Seventeen». «Dark» или темный концепт можно назвать противоположностью «Милого». Музыкальные видео сняты в темных тонах, а песни звучат немного драматично и таинственно. С этим концептом чаще всего ассоциируются группы Dreamcatcher, Pixie, Monster X и сольная песня Temina из группы Shiny. «Elegant» — пышные декорации, напоминающие аристократический шик, создают в клипах группы этого концепта элегантную атмосферу. Больше всего в этой тематике преуспели Eyes One, Ive и One Us, а среди дискографии можно выделить последние альбомы Aping и God's Seven. Фэнтезийный или магический концепт связывают не столько с музыкой, сколько с идеей группы и их выдуманными вселенными, о которых мы расскажем в следующем выпуске. Для реализации этого концепта участникам придумывают фантастические способности или используют уже известные образы из мифов и сказок. Так участницы Oh My Girl часто выступают в роли фей, а концепт группы Uju Sonyo или Cosmic Girls связывают с космосом и знаками зодиака. В клипах и музыке с футуристичной тематикой используются идеи футуризма, представления о том, как будет выглядеть мир с высокими технологиями в будущем. Чаще всего в этом концепте выступают группы компании SM Entertainment, N-City, Espo, Exo и SuperM. Концепт Girl Crush присущ песням только женских групп. Текст таких треков построен вокруг понятия Girl Power. В этом концепте ярко выделяются 21, Blackpink, Everglow и CLC. Концепт Teen Crush можно назвать слиянием Cute и Girl Crush. Тексты песен и их стиль излучают уверенность, но при этом звучат милее, чем в концепте Girl Crush. Основоположницами Teen Crush стала группа Wiki-Miki, а позже к ним присоединились Itzy, Stacey и Signature. Национальный концепт. Обычно кей-поп-группы используют хотя бы одну песню с корейскими национальными мотивами, характерными для этого концепта. Но постоянным он практически не выбирается. Ретро. Концепт, в котором музыка и клипы связаны с обращением к стилю прошлых годов. Королевами этого жанра называют группу Wonder Girls. А самой известной кей-поп-песней в ретро-концепте стала Dynamite группы BTS. Этот концепт также редко выбирают как постоянный. Как и в случае с двумя предыдущими концептами, летние используются редко, однако треки с летней атмосферой есть практически у каждой группы в репертуаре. Теперь давайте погрузимся в корейскую индустрию развлечений чуть глубже и узнаем, как все эти группы смогли дебютировать. В основном дебют артиста происходит с помощью музыкальной компании или агентства. Именно они выбирают себе стажеров, а также продвигают айдолов, создают им юридическую защиту, пишут им альбомы и продюсируют выступления. Среди всех музыкальных компаний Южной Кореи можно выделить 4 самые крупные и успешные. SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment и Hype Corporation. Под руководством SM Entertainment находятся HOT, SES, Shingwa, Boat, Super Junior, Girls' Generation, Shiny, FX, EXO, Red Velvet, N-City, SuperM, Espo и God the Beat. В YG Entertainment входят Sashkiss, Big Bang, Twenty One, Sigh, Lehigh, Akmu, Winner, Icon, Blackpink и Treasure, а совсем скоро дебютирует их новая женская группа Baby Monster. В JYP Entertainment дебютировали такие группы, как G.O.D., 2PM, Wonder Girls, Miss A, Cut7, Twice, Day6, Stray Kids, EZ, X-Denry Heroes и N-Mix. Hype Corporation присоединились к Большой Тройке совсем недавно. Популярность на тот момент Big Hit Entertainment им принесли BTS. Вскоре эта компания начала поглощать более мелкие музыкальные агентства, и сейчас в состав Hype Corporation входят Beliefed Lab, Source Music, Adore, Big Hit Music, Pledis Entertainment и K.O.Z. Entertainment. А их артистами стали New East, Seventeen, From East Nine, G-Friend, TXT и Hype для Серафим и New Jeans. Однако перед тем, как дебютировать и стать айдолом, необходимо стать трейни. Так называют стажеров, которые обучаются в музыкальных компаниях вокалу, рэпу и танцам. Перед тем, как создать новую группу, компании выбирают будущих айдолов из своих стажеров. Однако, если трейни не будет показывать хороших результатов на ежемесячных оцениваниях, то компания вправе расторгнуть их договор и выгнать своего стажера из компании. Во время стажерства, учитывая свой опыт и предпочтения, трейни выбирают свои позиции — рэпер, вокалист и танцор. Впоследствии в группе они станут главным ведущим и саб-вокалистом. Главным ведущим и саб-рэпером. И главным и ведущим танцором. Если о позициях главного вокалиста и саб-вокалиста мы слышали, то о позиции визуала мы узнаем только в кей-поп. Это участник, который больше всего подходит под корейские стандарты красоты. Именно он чаще остальных участников участвует в рекламных кампаниях или фотосессиях в журналах. Но позиция, которую я люблю больше всего — это центр. Этому участнику отдаются ведущие позиции во время дэнсбриков, а также самые запоминающиеся строчки в припевах. Обычно центрами становятся самые харизматичные участники, которые имеют одинаково хорошие способности и в рэпе, и в танцах, и в вокале. Моими любимыми центрами стали Чанвуньон, когда еще существовали Айзван. И Соми во времена продвижения Айуай. А также мне очень нравится Тэйон из Эн-Сити. На этом мы сегодня закончим. Ждите следующего выпуска и читайте полный материал у нас на сайте. Кстати, сейчас мы проводим опрос среди наших читателей и зрителей, чтобы узнать, что вам будет интересно. Его мы закрепим по ссылке в описании. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok